Это главный эфир и благодаря современным коммуникационным технологиям мы сейчас в прямом эфире можем связаться с Николаем Николаевичем Миклухом Аклаем, внучатым племянником и руководителем фонда Миклуха Маклая. Николай Николаевич, добрый день, вы нас видите и слышите. Добрый день, дорогие друзья, добрый день, Новгород, Новгородская земля. Мне очень приятно, что мы теперь можем осваивать такие технологии и соединяем города. С праздником вас, во-первых, с днем этнографа и с днем рождения вашего знаменитого родственника. Где вы сейчас находитесь географически и почему сегодня 17 июля как не в Акуловке? Ну, сегодня меня вот директор музея предупредил, что нужно быть аккуратным на всякий случай. Я боялся, что если мы вместе соберемся, то привлечем большое количество людей и, соответственно, поэтому мы дистанционно проводим. А сейчас я в Санкт-Петербурге, в ближайшее время поеду в Москву и потом, надеюсь, приехать все-таки в Новгород, в Акуловку. Из-за пандемии какие проекты пришлось отложить? Как вообще эта ситуация мировая повлияла на ваши планы, на деятельность фонда Миклуха Маклая? Ну, безусловно, пандемия повлияла на всех. К сожалению, проекты, связанные с просвещением и образованием, сейчас находятся не в Поворе из-за того, что все направлено на борьбу с этой пандемией. И, соответственно, к сожалению, наша экспедиция была отложена. Я надеюсь, что она в следующем году состоится. Эта экспедиция действительно исключительно важна для того, чтобы мы продолжали. Но мы должны знать, что в следующем году 175 лет, Миклуха Маклая, и уже экспедицию не привезти будет нельзя независимо ковид. Там будет не ковид. Проведем в любом случае. Миклуха Маклая не боялся никаких болезней. Помните, да, не болезни, не всех остальных вещей. Умирали от них больше, чем от этого ковида. Поэтому я думаю, что найдем способ для того, чтобы в любом случае продолжать. Мне приятно, что мы можем это делать и дистанционно. Я вам должен сказать, что наши проекты, если вы задали вопрос, это последнее издание «Россия-Океане. Исследование путешествий не россиян 19-20-20 лет». Дело в том, что это издание вышло у нас совместно с Институтом Востоковедения, где ведущий специалист, с которым мы совместно работаем, и также при поддержке фонда президентских грантов. Оно безвозмездно в количестве 5000 экземпляров распределяется. Мы не представляли, как это можно сделать. Обращались к специалистам, как же во время ковида можно это все распространить. Ответ был «никак», и мы не представляем, как вы вообще это куда-то распространите, кому это надо. Значит, вот кому это надо, мы обратились в 85 регионов, 50 городов уже имеют это все, 40 регионов, и заявки уже на август и далее. И люди сами оплачивают доставку, потому что у нас не заложен этот бюджет с удовольствием, несмотря на то, что издание мы дарим бесплатно. И я вам должен сказать, что издание вот в июле сейчас у нас выходит рецензия, мне просто сообщили о том, что в «Вопросах истории» выходит рецензия об этом издании. Издание уникальное еще и тем, что там впервые опубликованы названия русские, географические названия. В океане все собраны воедино, 71 название, 80 из которых сейчас, 8, прошу прощения, из которых сейчас используется. А это одна из идей, которую дал в качестве поручения председатель Попечистского совета русского географического общества в 2018 году Владимир Путин, предложив собрать «Атлас мира» со всеми русскими географическими названиями. Вот я вам должен сказать с гордостью, что первый вклад в то, чтобы это сделать, совместно со специалистами на основе архивов, сделал наш фонд, разумеется, на основе большого количества материалов исторических, которые есть. Вот так вот дистанционно заставляет нас работать, отправляем книги, отправляем библиотеки. И мне очень приятно, что мы отложили для новгородской земли достаточно много. Вот об этом я хотела спросить. А в Новгороде уже есть это издание? Ну, откровенно сказать, можно так прямо скажу. Попинать, конечно, надо ваших ребят, чтобы они более активны были, потому что все как-то на север, они идут более серьезно. Я думаю, что если так будете медленно реагировать, может быть, ничего и не останется. Поэтому я смело скажу, что я, конечно, для новгородской земли оставил, но... Они убывают с каждым днем. Ажиотаж, прямо могу сказать. Это не как раньше, сейчас уже ажиотаж. Да. Благодаря вам у нас сегодня есть возможность показать в главном эфире видеообращение прямиком с Папуа-Новой Гвинеей. И предлагаю сейчас посмотреть вместе с нашими зрителями фрагмент, ну а вас я после попрошу его прокомментировать. Привет, Новгород! Привет, Россия! Привет, Санкт-Петербергс! Привет, Россия! Я в российском кабинете Папуа-Новой Гвинеи, где я изучаю русский язык. Я думаю, что Николай Николаевич Миклуха Маклай стал первым ученым-гуманистом, наладившим контакт с жителями Маданга, города на берегу Маклая в Папуа-Новой Гвинеи. Я думаю, что он привнес в их жизнь множество новых идей и способов жить иначе. Миклуха Маклай завязал большую дружбу с народом Маданга, где расположен берег Маклая. И сегодня Миклуха Маклай остается очень хорошим человеком для нашего народа. Замечательно, что здесь, в Папуа-Новой Гвинеи, есть российский кабинет. Мы, папуа-новогвинейцы, можем узнать больше о России, научиться говорить по-русски, общаться с вами. Я с радостью хотела бы продолжить изучать русский язык. Я очень хотела бы посетить Россию. Я уже узнала немного о российской культуре. Например, зимой россияне все равно женятся. Папуа-Новой Гвинеи тоже нужно знать о том, что происходит на другой стороне света. Узнавая разные языки и культуру, изучая их, мы можем лучше понять друг друга. Спасибо большое. Соединяем народы, соединяем континенты и страны. Ребята на видео рассказали о том, что они изучают русский язык. Вы же были там в экспедиции. Скажите, правда ли то, что в языке современных жителей там есть слова, которые по смыслу и по звучанию очень похожи на русские? Они не похожи, это русские слова. Дело в том, что давайте мы поймем, что первый человек, который был на этой земле, это был русский ученый. И часть из слов в их языке, это русские слова. Они не похожи, они просто русские. Есть такие слова, как топор, и это только топор. Есть такие слова, как кукуруза, и только кукуруза. И папайя, кстати, привез Микуха Маклай, тоже туда безумно вкусные. Поэтому действительно ряд слов используется. Но мы должны знать, что это, конечно, в основном в регионе Мадан, на северо-востоке острова. А так языков достаточно много. Если позволите, я вам должен сказать, что с сегодняшнего дня они открыли кабинет русского мира для всех желающих в день рождения Микуха Маклай, когда они только узнали о том, что мы празднуем как День Этнографа. Несмотря на то, что это большая проблема со связью, они, соответственно, готовы были сразу же все подготовить. Поэтому они передают еще, позвонили после этого, передают большой привет новгородской земле. И той возможности, которую мы сейчас им даем, это возможность узнавать о нас больше и учить русский язык. Потому что со следующего года и в конце этого года, я надеюсь, мы продолжим программу русского языка. Мало того, я вам должен сказать, что большая гордость есть за то, что это не просто личная инициатива. Безусловно, мне бы хотелось, чтобы мы дружили. Это действительно политическое решение по итогу саммита АТЭС. И вы помните, что мы открывали в декабре, согласно поручению правительства, этот русский кабинет. И сейчас, соответственно, прорабатывается Министерством просвещения, Министерством иностранных дел и, соответственно, фондом «Русский мир» и теми организациями, которые причастны к тому, чтобы в Папу-Новой Гвинеи проводить, соответственно, государственную программу, связанную с обучением русским языком и связанную с тем, чтобы у нас были налажены более серьезные культурные, гуманитарные связи, что исключительно важно. И вот обратите внимание, вот памятник, например, мемориалы, память насколько жива. Вот сейчас вот по поводу памятников много разных вещей есть, да? Вы опередили мой вопрос, ну да. Вы опередили... Получиться бы... Продолжайте, пожалуйста. Да. Получиться бы, например, Миклуха Маклая действительно, каким образом надо сохранять, независимо от цвета кожи, память о себе, чтобы в последующем для них была гордость быть рядом с этим памятником и сохранять, и складывать свои деньги, а не пользоваться, я не знаю, какими-то другими способами, потому что у них даже нету в мыслях вот этой, извините, дури, которая у некоторых людей возникает. Согласна, да. И я считаю, что в нашей ответственности, вот вы делаете великое дело, потому что пропагандируете, рассказываете о тех простых вещах, но мы можем говорить долго о том, что нужно хорошо относиться к людям. И молодое поколение скажет, ну ладно, хорошо относиться к людям, ты опять нас учишь, получаешь. Так вот смотрите пример. 150 лет назад, как человек относился, что сейчас благодаря этому отношению, я правду вам могу сказать, мы налаживаем двусторонние отношения, развитие экономические и развитие абсолютно другие. Например, в Америку, мы можем сказать, когда осваивали, 144 дня добирались в первое время, и в связи с этим Америка заселялась не очень быстро. Когда стали добираться за две недели, Америка стала заселяться быстро. До Папу-Новой Гвинеи раньше добирались в действительности, сейчас два дня, а потом может быть один день. Поэтому мы должны смотреть вперед. И к тем людям, к тем странам, которые, ну извините, я вам честно скажу, заставляют нас гордиться нами же и нашими достижениями, это просто потрясающе, Папу-Аса, и наши другие, дорогие Папу-Новой Гвинеицы любят нас, и наши ответственности это поддерживают. Я читала о том, что вы давали обещание себе после посещения Папуа-Новой Гвинеи выучить местный язык. Не могу не спросить, как успехи? Ну, я могу сказать джамбляблем. Сразу переводите. Доброе утро. Или же хае, а дюдюнам Николай. Привет, меня зовут Николай. Безусловно, я не настолько, может быть, знаток, не настолько хорошо могу учить языки, как наши друзья Папуа-Новой Гвинеицы, которые минимум знают 3-4 языка. Это минимум. Вообще, чтобы жить, чтобы понимать, чтобы вообще поесть. Нужно 3 языка знать. Слой в ближайшей деревне, ну и хотя бы Ток-Писин, а плюс еще английский. Поэтому будем учить. В том году мы привели лингвистическую конференцию, посвященную непосредственно русскому языку и русскому языку в жизни Папуа-Новой Гвинеицев, Папуа-Новой Гвинеи. ЮНЕСКО было поддержано это мероприятие. Я делаю доклад на нем, и суть заключается в том, что действительно Папуасы берега Маклая, они сохраняют эти русские слова и сохраняют их уже на протяжении долгого времени. Поэтому, да, учу, но, к сожалению, не такие большие успехи, поэтому еще в процессе. И, кстати, знаете, я вам должен сказать интересный факт. Я прошу прощения, что я вас перебиваю, но на вопрос я вот собирал очень много легенд о Маклая. И вы знаете, какое самое главное качество, которое отмечают все абсолютно из разных деревень, которые независимо от этого говорят? Знаете, какое? Не знаю, рассказывайте. Маклай всегда держал слово. Вот в следующий раз, когда вы будете в гостях или мы будем по скайпу связывать, я хочу услышать от вас на местном наречии больше, чем меня зовут Николай. А 175 лет со дня рождения Николая Николаевича Миклуха Маклая. В следующем году вы уже упомянули, да, частично проекток. Ну, это такая значимая дата. Что еще в планах фонда? Что думаете реализовать? Мы думаем реализовать сейчас в процессе подготовки. И мы, конечно же, хотели бы, чтобы нас поддержали и в Санкт-Петербурге, и в Новгороде, на уровне губернаторов, разумеется. В подготовке фильма у нас называется фильм о Миклуха Маклая. Сейчас у нас рабочее название Петербург, Миклуха Маклая, потому что большую часть он провел в Петербурге. Но начало фильма идет из Новгорода, из новгородской земли, потому что корни, история, она идет из Новгорода. Этот фильм запланирован с целью того, чтобы на примере тех мест показать личность Миклуха Маклая, показать его русскость в том плане, которая объединяет в себе и многонациональность, и вот это вот уважение. Потому что я считаю, что то гуманистическое отношение, которое он пропагандировал, это то, что заложено в каждом из нас. Просто он был великим пропагандистом этого, это, конечно, не в отличие. И это вот нынешние события, это подчеркивает невероятное его значение. Как-то очень контрастно смотрится то, что мы видим в новостейную картинку, и то, что мы видим вот сейчас на видео из Папуа-Новой Гвинеи. Это очень важный момент. А скажите, а экспедиция есть в планах? Да, она должна была состояться первый раз в мае, мы запланировали вторая в сентябре, так и потом мы перенесли на сентябрь. И, как я вам сказал, что после того, как этот ковид распространяется по всему миру, то мы перенесли на следующий год. Однако, я вам должен сказать интересный факт. Вы знаете, сколько у Папуа-Новой Гвинеи заболело людей? Нет. Восемь человек. Будем надеяться, что это так и останется. Я, пользуясь случаем, узнала буквально несколько минут назад, что у Натальи Васильевны есть мечта побывать в Папуа-Новой Гвинеи. И я такой посредник. Возьмите ее, пожалуйста, с собой в экспедицию. Сама не стесняется спросить. Спасибо, Николай Николаевич. Николай Николаевич, благодарю вас. Время нашего сеанса подходит к концу. Всегда рады видеть вас в студии главного эфира. Будете в Новгороде, приходите. Конечно. Большое вам спасибо. И большое спасибо за тот музей и макарские чтения, которые вы проводите ежегодно. Спасибо. Спасибо вам. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»